А эти уфимские актеры в летние отпуска решили не ходить. В театре-студии Республика Икс проходят репетиции поэтического спектакля в кварталах дальних и печальных. В основу постановки легли стихи поэтов эпохи Перестройки и 90-х. Подробности в материале Александра Калинченко. Жирайте свой налад! Мы наш свой не сожрем! В человеке есть то, что не может быть заглушено ни нищетой, ни обществом, ни государством. Об этом стих екатеринбургского поэта 90-х Бориса Рыжего. Речь идет о внутреннем желании творить. И чем сильнее его пытаются сдержать внешние силы, тем жарче оно горит. В подаче юных актеров произведение звучит как некий манифест свободы и неподчинения. Стихотворение заканчивается строчкой «Бабочка у нас на горле оживет». Имеется в виду, что свобода она всегда вот здесь. И мы все как бабочки, мы свободны. Вместо поездок с родителями на море или каникул у бабушки, эти школьники предпочли остаться в городе. Встречаются каждый день, и если верить ребятам, то могут репетировать до ночи. Театр-студия «Республика Икс» — это прежде всего коллектив друзей. Ты чувствуешь, что это прям твоя семья. И ты каждому можешь что-то рассказать, каждый можешь поделиться, и каждый тебя поддержит. А ведь когда-нибудь уходить придется? У нас просто всегда такое то, что если кто-то уходит, он обязательно сюда придет еще несколько раз и будет навещать. «Республика Икс» — молодой театр. За плечами всего один, но яркий творческий сезон. Выходили на сцену 97 раз, были на фестивалях и гастролях, в том числе в Швейцарии. Почти два десятка постановок. Репертуарное наследие театральной студии Константина Хабенского, внутри которой родился и продолжает творить этот коллектив. Стилистика новых спектаклей узнаваемая. А как-то остановилось совсем невыносимо, но вот так уж становилось невыносимо. В кварталах дальних и печальных. В названии будущего спектакля — поэтическая строка. Постановка будет знакомить с творчеством поэтов перестройки и 90-х. Геннадий Шпаликов, Аркадий Кутилов, Борис Рыжий. Фамилии не то, чтобы хорошо знакомы современному школьнику. Пытаемся объяснить, что это за поэты, что это было за время, потому что никто из них не знает, что такое, грубо говоря, желтые пластиковые столики, на которых все сидят под дождем. Не знают вообще о таком слове, как перестройка. За режиссуру спектакля вот уже второй раз в истории студии возьмется известный российский балетмейстер и актер Николай Реутов. И то, что ребята делают на сцене сейчас, — это домашнее задание. Этюдный материал, из которого будет создаваться постановка. Премьера назначена на 1 сентября. Александр Каличенко, Ильшат Казакулов. Россия. Культура. Башкортостан.